А современное название Кенигсберга это Калининград. Конечно, Калининград. В актовом зале сегодня нет концертов. Здесь собрались участники массового тестирования. Даты событий Великой Отечественной войны, название памятников, имена великих полководцев. Все это предстоит вспомнить тем, кто пришел написать диктант победы. В этом году одной из площадок для его проведения выбрали 176-ю школу. Я считаю, что подготовка к такому мероприятию проходит на протяжении всей школьной поры. Это и дополнительные какие-то материалы, чтение книг, необязательно посвященных именно истории. Это хороший шанс проявить себя для выпускников и, в принципе, просто для учащихся школ. Международная патриотическая акция прошла по всей стране. Проверить свои знания пришли ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. В тестировании предусмотрели два варианта заданий, каждый из которых включил в себя 25 вопросов. 20 по общефедеральной и 5 по местной тематике. На их выполнение давалось 45 минут. Пользоваться справочниками или телефонами было запрещено. По словам преподавателей, подобные акции направлены на объединение людей по всему миру. Ведь память о прошлом – это прежде всего забота о будущем. Знать свои исторические корни, знать именно стержень, на котором строится наша государственность, в том числе, конечно, Великая Отечественная война, очень важно. Ученики, особенно 11-го класса, они готовились, проходили мы эти темы в том году. Я думаю, что у них есть все шансы побороться за победу. Выпускники школ, которые наберут максимальное количество очков, получат 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы. Также у победителей появится уникальная возможность попасть на парад Победы 9 мая, который пройдет на Красной площади в Москве. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Ксения Баканова, Григорий Плешаков.